На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли участие 120 человек. Голоса между кандидатами распределились в отношении 3 к 5. Сколько голосов получил победитель? Для нас самое главное это отношение 3 к 5. То есть столько всего долей, победителей и проигравших. Давайте мы с вами найдем сколько всего долей. 3 прибавить 5. Это конечно 8. А затем вспомним, что такие задачи решаются при помощи пропорций. Итак, всего 8 долей. Это 120 человек, которые приняли участие в голосовании. У нашего победителя 5 долей. И нам нужно определить сколько это человек. Для того, чтобы найти х, мы должны умножить то, что умножается. 5 умножить на 120. И поделить на оставшееся число. То есть на 8. Получается 75 человек. Задача номер 2. Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных, как 1 к 4. Сколько процентов деревьев в парке составляют лиственные? Но мы видим, что эта задача очень похожа на предыдущую. Итак, наше отношение 1 к 4. Понятно, что мы опять находим количество долей. 1 прибавить 4 будет равно 5. Когда мы это вычислили, мы можем составить пропорцию. Итак, 5 долей. Это 100%. Тогда количество нам нужно вычислить лиственных. Лиственных у нас с вами 4 доли. 4 доли это х процентов. Итак, чтобы найти х, мы умножаем то, что можно перемножить. То есть 4 умножаем на 100 и делим на 5. Таким образом мы получаем, что у нас 80% лиственных. Задача номер 3. Масштаб карты 1 к 100 тысячам. Чему равно расстояние между городами А и В, если на карте оно составляет 2 сантиметра? Итак, о чем говорит такой масштаб? Оно говорит о том, что в одном сантиметре 100 тысяч сантиметров. А у нас с вами 2 сантиметра. Ну, тут сразу понятно, что 2 умножаем на 100 тысяч. Итого у нас получается 200 тысяч сантиметров. Ну, наконец, начинается самое страшное. Мы должны выполнить перевод из сантиметров в километры. Давайте мы с вами вспомним, что в одном километре будет 1000 метров. А в одном метре 100 сантиметров. Значит, в одном километре мы 100 умножаем на 1000 и получаем, что это 100 тысяч сантиметров. То есть, 200 тысяч сантиметров, другими словами, это 2 километра. Задача номер 4. Тест по математике содержит 24 задания, из которых 6 заданий по алгебре, остальные по геометрии. В каком отношении содержатся в тесте алгебраические и геометрические задания? Значит, такие задания, конечно, нужно очень подробно расписывать. Итак, всего 24 задания. Есть алгебра, это 6 заданий. И есть геометрия, это 18 заданий. Далее мы читаем фразу. В каком отношении содержатся в тесте алгебраические и геометрические задания? Далее алгебраических 6 мы делим на количество геометрических. Мы видим, что мы можем сократить на 6, то есть 1 третья. Или если выпишем, то это будет 1 к 3. Это и является ответом. Здесь изображены варианты ответов. Первое это 3 к 1, второе 1 к 3, третье 1 к 4, четвертое 4 к 1. Нам из всех вариантов подходит второе. Это и является нашим ответом. И задача номер 5. Для приготовления отвара из лекарственных трав взяли цветки шалфеи ромашки в отношении к 5 к 6. Какой примерно процент в этой смеси составляют цветки шалфеи? Значит, как и прежде, мы запишем 5 относится к 6. Узнаем сколько это долей. 5 плюс 6 это будет 11 долей. И затем составляем пропорцию. Итак, 11 долей это 100%. А 5 долей, ведь наш шалфей составляет 5 долей, это х процентов. Теперь мы находим х. 5 умножаем на 100 и делим на 11. Итого мы получаем. И это приближенно, потому что дробь является бесконечной. Далее у нас идет выбор. Первый вариант 55%, второй 0,45%, третий 45% и четвертый 83%. Мы видим, что у нас близко к 45%, поэтому нам подходит третий вариант.